Елена Борисовна, ведь правда будет здорово? Я надеюсь, что будет очень здорово. Я представляю вам гостя нашей студии. Сегодня начальник по делам культуры и искусства Клинского района Елена Борисовна Уманская. Здравствуйте, Елена Борисовна. Добрый вечер. Ну давайте поподробнее расскажем о том, как же разрабатывался эскиз реконструкции ДК Майдановского. Сейчас мы попросим наших операторов, нам выведут на монитор, как будет выглядеть Майдановский ДК. Расскажите, пожалуйста. Ну, прежде всего, это, безусловно, связано с юбилеем Петра Ильича Чайковского. И Майданово – это, скажем, одна из рэперных таких точек, которая будет связана с основным маршрутом туристов. И вторая, на мой взгляд, очень значительная, так сказать, нагрузка на нашу усадьбу – это вторая будет концертная площадка в городе. Основная площадка, мы знаем, это Советская площадь, это историческое место. А вторую площадку мы бы хотели сделать вот на стадионе «Строитель». Поэтому, учитывая такую близость к усадьбе Майданово, затеяны такие большие фундаментальные работы. Стадион, наверное, «Строитель» – а «Химик». Ой, «Химик», извините, химик, извините, ради бога. Что касается Дома культуры, на мой взгляд, очень интересное было предложено решение эскизное, потому что мы хотим подчеркнуть все-таки историческую связь самого Дома культуры с усадьбой 19 века. Вы знаете, что наш Дом культуры, он был построен в 1936 году. Это как раз в 1930-е годы начало развития поселка Майданово в связи с тем, что строилось химволокно как комбинат. И в 1958 году, наверное, мало кто знает, но в 1958 году Дом культуры горел. Он пережил пожар. Первоначально здание было одноэтажным, а вот после пожара было принято решение сделать реконструкцию. И вот, пожалуй, за весь период это была первая реконструкция. И сейчас Дом культуры переживает как бы второе свое рождение. В 1950-е годы был надстроен второй этаж, была сделана такая, так сказать, кровля ломаная. И поэтому, когда мы обсуждали проект, каким же мы хотим видеть фасад, безусловно, хотелось вписать его в историческую среду, историческую среду самой усадьбы Майданово. Мне очень отрадно, что такими темпами ведутся работы по благоустройству усадьбы. Усадьба преображается, она, во-первых, начинают читаться аллеи, исторические аллеи. Провели огромную работу по приведению пруда в порядок. И мы с волнением ждем, когда пруд будет наполняться водой. И для многих клинчан я хочу сказать, что таким своеобразным символом у нас были лебеди. Вот они тоже будут возвращены в Майданово. Так что такой символ, да, будет, так сказать, у нас в Майданово. Я надеюсь, что за птицами будет достойный уход. И вообще это будет огромная радость для наших жителей. То есть еще дело, конечно, в отношении, чтобы все это сохранить. Да, и безусловно, мы хотим восстановить такие в историческом стиле мосточки, которые будут соединять различные островки наших каскадных прудов. Мы хотим, чтобы в таком определенном стиле были установлены формы, малые формы, как скамейки. Вот сейчас идет работа над установкой фонарей соответствующей формы. Ротонды будут построены. Поэтому я надеюсь, что к маю месяца, конечно, Майданово приобретет очень красивый вид. Ну, Клин вовсю готовится к празднованию 175-летия. Уже известна программа празднования. И вот Алена Дмитриевна нам приоткрыла немножко завесу. Давайте вместе послушаем, что нас всех ждет. Программа очень интересная. Подтвердили свое участие, несмотря на все слухи и домыслы, которые вокруг нашего фестиваля, к сожалению, витают. Действительно будут именитые звезды, звезды мировой величины. И одна из значимых фигур, это, конечно же, филармония Венская, чей руководитель уже приезжал на территорию Дома музея, смотрел возможность размещения оркестра. Я думаю, что это очень знаковое будет мероприятие. Оно будет венчать начало фестиваля. И мы ожидаем не только большого количества гостей, которые придут посмотреть, посетят в Доме музея, но и то количество людей, которые смогут видеть прямую трансляцию, которая будет вестись на Советской соборной площади посредством установки больших интерактивных экранов. И, возможно, еще и на сквере Афанасьево тоже. То есть в тех местах, где удобно будет людям размещаться и смотреть трансляцию этого мероприятия. Может быть, третья площадка рассматриваем, это площадка, примыкающая к МДЦ Стекольной. Леонид Борисовна, ну о чем еще можно вас сейчас рассказать, чтобы заинтересовать, заинтриговать наших линчан? Смогут ли они как-то прикоснуться? Сам по себе Дом музея Чайковского обладает необычайно притягательной силой, конечно. И те масштабные торжественные мероприятия, которые запланированы и музеем Чайковского, и правительством Московской области, я думаю, привлечут как раз большое количество не только туристов, но и прежде всего самих горожан. И то, о чем говорила Алена Дмитриевна, мы действительно обсуждали, учитывая малое количество посадочных мест у нас в концертном зале, чтобы дать как можно больше возможности и туристам, и клинчанам послушать ту концертную программу, которая сейчас, так сказать, активно очень обсуждается. На мой взгляд, это более такой современный подход к решению таких вопросов, поэтому мне кажется, что это будет очень интересно. Плазменные телевизионные экраны и в исторической среде, как, например, Советская площадь, мы еще обсуждали, возможно, будет еще экран на территории самого музея. Ну, то есть это все будет зависеть, конечно, от финансирования, но сам дом-музей у нас удален, получается, от исторической части города, поэтому если Советская площадь, если сквер Афанасьева и, допустим, в самом доме-музее будут такие предоставлены возможности, то мы охватим очень большое количество людей. И таким образом еще раз подчеркнем вот ту необыкновенную духовную силу, которую обладает музыка Чайковского. Елена Борисовна, к сожалению, времени на все уже не хватает. Обязательно еще к этой теме вернемся. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Сейчас у нас небольшой рекламно-информационный блок, и сразу после мы покажем и расскажем. Субтитры создавал DimaTorzok